ДИАЛОГ Номер нашей студии 40-01-09. Если у вас будут вопросы, задавайте именно по этому номеру. А теперь давайте познакомлю с гостем сегодняшней программы директор колледжа Житцузского государственного университета имени Ильяса Женсугурова Марат Жабахбаевич Мальтихпасов. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем сразу с того, какие есть новые программы, что ожидает абитуриентов этого года, поскольку уже начало года и люди начали, вот именно дети 9 класса учащихся и 11 классов начали подумывать, куда бы поступить в этом году и как продолжить дальше учебу. Что их ожидает? Да, действительно, время остается мало. Через 3-4 месяца уже время выбора наступает для всей молодежи Казахстана. Куда пойти учиться, что выбрать, колледж, систему высшего образования, либо пойти работать. Поэтому это вопросы сложные, которые предопределяют будущую судьбу молодого человека. И самое главное, я думаю, детям и их родителям нельзя ошибиться в выборе этого вопроса, поскольку зачастую, почему вот наших молодых людей, даже после окончания учебного заведения мы считаем инфантильными, нет интереса ни к чему, потому что действительно были допущены ошибки в выборе будущей профессии и в целом жизненного пути. Но есть, конечно, моменты, которые позволяют эти перекусы каким-то образом исправить это получение после среднего образования, второго высшего образования и так далее. Но, на мой взгляд, все-таки отправная точка – это все-таки ранняя диагностика, чтобы молодой человек действительно выбрал правильный путь. В этом отношении на сегодня что сделано и вообще что ожидает казахстанцев, будущее наше поколение молодое? Во-первых, надо сразу сказать, что принята государственная программа развития образования Республики Казахстан до 2025 года, где, в принципе, начертаны, предопределены перспективы развития в целом нашей системы образования, начиная со школьной скамьи и детских садов и заканчивая послевузовским образованием. Здесь я хочу сразу привести некоторые статистические данные, поскольку почему-то в Республике Казахстан какое-то предвзятое, не очень хорошее отношение к системе ТИПО, то есть к системе колледжей. Хотя уже в 2017 году первый президент нашей страны издал указ, дал селевую установку правительству, чтобы, начиная с 2017 года, первое бесплатное профессиональное образование мог получить каждый молодой казахстанец. Первое профессиональное образование в нынешней нашей системе образования – это система колледжа. И это, наверное, действительно правильный путь. Во-первых, если взять в качестве примера Соединенные Штаты Америки, там всего порядка 10% населения имеет высшее образование. В Европе эта цифра немного меньше – порядка 80%. Но у нас и отношение родителей, и точка зрения молодых людей обязательно должен быть типом о высшем образовании. Либо это менталитет, либо другие факторы. Но мне кажется, как я выше сказал, эта точка зрения имеет право быть, поскольку в системе ТИПО ты получи, пожалуйста, первое образование профессиональное. Затем, при нынешней нашей системе, скажем, в данный момент система заочного обучения в системе высшего образования у нас отменена, но на смену пришла дистанционная технология обучения. Окончив, пожалуйста, колледж, получив хорошую профессию, трудоустроившись, можно обучаться по дистанционной технологии, то есть получать образование на расстоянии. Ты работаешь, получаешь заработную плату, если достойное место нашел, хорошая заработная плата. Ну, естественно, ты финансовый вопрос уже практически решаешь самостоятельно. Ну и второй момент, что после колледжа можно получить образование по ускоренной форме обучения, то есть не 4 года, а уже 3-годичный срок обучения. Поэтому, я думаю, это проблема, в принципе, решаемая, действительно принятое правительством постановление, что первое высшее образование было бесплатным. На сегодняшний день надо отметить, что по Казахстану в систему ТИПО выделено 94 500 грантов. Теперь, если вкратце остановиться, что нас ожидает в системе ТИПО, в системе высшего образования. В системе высшего образования полная автономия вузов. Это академическая автономия, финансовая и управленческая автономия. То есть все вузы получают полную автономию. То есть нет никаких таких директивных документов, установок, что обязательно ты должен идти по такому пути, вплоть до того, что ты можешь разрабатывать свои образовательные программы. Затем, начиная с 2021 года, каждый вуз будет теперь выдавать диплом, собственный диплом, собственного образца. Что это означает? Я думаю, в этом случае можно отследить путь каждого выпускника, каждого вуза, скажем. Этот выпускник закончил, скажем, Казгу, этот выпускник закончил ИНИАС. И очень просто можно отслеживать процесс трудоустройства здесь. А как он будет выделяться? Диплом будет красный, синий, желтый у каждого университета? Ну, о дизайне пока разговора нет. Ну, дизайн, я думаю, это второстепенный. Просто там будет написано. Выдан диплом Житцузским государственным университетам. Выдан диплом Казахским национальным университетам имени Альфа-Ребри. И будет стоять гербовая печать данного вуза. То есть полнейшая автономия, да, в системе вуза. Потом полнейшая автономия, я говорю, вплоть до того, что можно разрабатывать свои образовательные программы. В данном случае может существовать основная образовательная программа и дополнительная образовательная программа, уже которая, в принципе, прописывается в стандарте. Основная, скажем, даже можно встретить в будущем такие вещи. Основная специальность, скажем, физика, дополнительная юриспруденция. То есть вот такие возможности открываются в системе вуза, в системе колледжей. Наверное, невостребованность специалистов в системе типов в первую очередь определяется профессиональными качествами. То есть не на должном уровне получены профессиональные компетенции. Поэтому работодатель не заинтересован, чтобы такой выпускник, такой студент работал на его предприятии. Поэтому, наверное, и на самом деле сейчас, до нынешнего времени в Казахстане существовал дефицит рабочих профессий. Как ни странно это звучит, да? Вот последние цифры, которые были озвучены президентом нашей страны, Красным Жомаром Кемиловичем Токраевым. На сегодняшний день мы приглашаем из-за рубежа 42 тысячи специалистов по рабочей профессии. Это о чем говорит? О том, что система ТИПО, система лицеев, которая функционировала, не смогла обеспечить нужную квалификацию таких рабочих специальностей. Поэтому, чтобы устранить эти перекосы, сейчас в первую очередь это четко красная линия, государственной программе развития образования для системы ТИПО прописана преемственность и непрерывность образовательного процесса. Как это понимается? Преемственность и непрерывность. Необходимо развивать систему школа-колледжа. Я бы вообще дальше пошел. Эту систему включить даже дошкольные учреждения. Поскольку осознанный выбор будущей профессии должен начинаться даже со стен детских садов. То есть, ранняя профессиональная диагностика детей. Школы. Если в основном подготовка идет по педагогическим кадрам, необходимо в этой системе переходить на целевую подготовку. Скажем, в 10-й школе нехватка учителей русского языка. В системе ТИПО мы начинаем именно на эту школу работать. Чтобы готовить специалистов по русскому языку. Далее. Второе новшество, которое, в принципе, я думаю, очень хорошее и нужное. Теперь обучение в системе ТИПО необходимо ввести в соответствии с стандартами, международными стандартами WorldSkills. И самое главное, не просто выполнение стандартов. Итоговая аттестация в системе ТИПО должна осуществляться в виде демонстрационных экзаменов комплекса практических навыков. То есть, итоговый экзамен для получения определенной квалификации. Это не просто зазубривание теоретических знаний. На итоговой аттестации необходимо продемонстрировать те практические навыки, которые должен в реальности иметь выпускник даже данного колледжа. Поэтому, вот такие, я думаю, новшества позволят повысить, увеличить процент трудоустройства и востребованность наших специалистов. Вот вы первый год, учебный год завершаете, да, в этом году, вот после того, как заработал ваш колледж. Какие успехи, какие результаты своих выпускников можете тут трудоустроить? Сейчас, наверное, поскольку набор только сделан в этом году, сейчас обучение идет по общеобразовательным дисциплинам. Я имела в виду, по востребованным специальностям обучаете? Востребованность в данном случае определяется следующим. Я сказал, сейчас делается упор на непрерывность образования и преемственность, да. Все наши специальности колледжа имеют продолжение в бакалавриате университета. То есть, то, что я говорю, да, получается квалификацию специалиста среднего звена. Затем, чтобы повысить свой уровень квалификации, улучшить свои профессиональные компетенции, он имеет право продолжить по ускоренным программам в университете. Я думаю, вот такая система позволит действительно готовить хороших специалистов. Получив, скажем, диплом специалиста среднего звена, то, что я выше говорил, работая по программе целевой подготовки, получая обратную связь от работодателей, мы можем те нюансы, которые... Отрицательные нюансы, которые имели место быть в колледже, мы в дальнейшем можем внести коррективы в системе бакалавриата. Поэтому, начиная вот с процесса определения профпригодности, наклонности нашего ребенка с дошкольных учреждений, продолжая эту работу в школе, и затем вот такая многоступенчатая система, я думаю, позволит нам получить востребованного ей грамотного и, самое главное, мне кажется, воспитанного студента, поскольку учебный процесс в нашем колледже непрерывно связан с воспитательным процессом, который у нас основывается на таких глобальных программных документах Ельбасе, модернизация общественного сознания, Рухани Жангру и так далее. Вы к нам пришли в студию после встречи сразу с родителями будущих ваших абитуриентов, студентов, можно сказать. Почему решили встретиться с родителями? Не лучше ли было встретиться с самими учащимися, которые заканчивают в этом году девятые, одиннадцатые классы? Вообще, это моя точка зрения, хотя в системе колледжа можно обучать абитуриентов и после девятого класса, и после одиннадцати, все-таки раз мы хотим выстроить четко работающую непрерывную систему образования, все-таки профориентацию и привлекать надо учеников, начиная после девятого класса. Все формы профориентационной работы, которые до сих пор существовали, они показывают действительно, что эффект все-таки не тот, который хотелось бы иметь и получить. Но и второй момент, я думаю, немаловажную роль играет то, что в выборе будущей профессии, я думаю, процентов, если даже не 60-70, но 50, это точно родители, особенно мамы. Поэтому сегодня, находясь в аудитории, где 500 человек родителей находились, с разных школ я увидел, что действительно большинство сидят мамы. Поэтому первая встреча должна, мне кажется, начинаться с родителей. Родители, ну, простой пример, скажем, почему с родителей. Это не просто лектория, что вот мой колледж самый хороший, я самый лучший, у меня актовый зал самый хороший. Вопрос не об этом. Вопрос о том, чтобы родители увидели, какие студенты растут в этом колледже. Идет презентация всех специальностей нашего колледжа, силами тех студентов, которые обучаются по этой специальности. Затем они демонстрируют свои успехи. И действительно успехи неплохие у наших студентов в нашем колледже. В ноябре месяце на базе нашего колледжа была проведена региональная олимпиада среди учащихся колледжей после девятого класса по пяти общеобразовательных дисциплинам. Математика, русский язык, казахский язык, информатика и иностранный язык. Отрадно, что студенты нашего колледжа практически по всем этим дисциплинам заняли первые места как в командном зачете, так и в личном первенстве. Поэтому уже имеется надежда, основание, что учебный процесс, который мы в принципе планируем, он уже дает определенные успехи, сдвиги, которые наши студенты сегодня действительно продемонстрировали перед родителями. И что отрадно, после встречи, встреча длилась почти час-двадцать минут, многие родители оставались прямо, беседовали с нашими преподавателями, с нашими заместителями, и такой интерес был. Обычно, когда встречаешься в такой аудитории, где сидят только ученики, вопросы есть, нет вопросов, понятно, понятно, и встреча на этом заканчивалась. Но на этом, естественно, профориентационная работа у нас не будет заканчиваться. Следующий этап – это проведение профориентационной работы в виде квест-игр. То есть квест-игра по специальностям. В этой квест-игре будут уже выступать те школьники, куда мы поедем. У нас уже программа разработана, есть уже опыт. И отрадно, что действительно формат проведения профориентационной работы в таком виде очень заинтересовывает наших учеников. Поскольку они в виде игры уже окунулись в будущую профессию, видят. Чем занимаются, как занимаются, что делают. Хотя бы первоначальные азы представления о будущей профессии имеют. Поэтому такой формат мы выбрали у себя в колледже. Но он даст наверняка результат. Прошлый год мы проводили квест-игры по районам. И я думаю, 302 студента набрать за один год – это уже какой-то результат. И самое, что отрадно в прошлом году, документы сдали 326 человек, да? 200 поступили на грант, 102 человека поступили на платное отделение. Всего от всех получился 20 человек. Эта цифра, по-моему, говорит о многом. То есть проведение профориентационной работы в виде квест-игры позволяет действительно ребенку сделать осознанный выбор. Если бы такого не было, я думаю, 50% абитурентов, они бы не пришли в наш колледж. Среди родителей сейчас идет разговор насчет прикладного бакалавриата. Когда говоришь о колледжах, они спрашивают, там есть прикладной бакалавриат. Поскольку они не хотят после колледжа продолжать учебу в высших учебных заведениях, а сразу уже получить тот диплом, который действует наравне с вузовским. Что скажете? Здесь сразу точки на дверь расставить. Диплом прикладного бакалавриата. Здесь, во-первых, прикладной бакалаврят в Казахстане сейчас внедряется в режиме эксперимента. В этом режиме работает 46 колледжей. Но прикладной бакалаврят уже действительно прописан в той программе, о которой я упомянул, в госпрограмме. Практически по всем специальностям он существует. Но помимо этого есть классификатор специальностей. Специалистов среднего звена и послесреднего. Там понятие прикладного бакалавриата синоним понятия послесреднего. То есть это система, которая дает квалификацию чуть выше специалиста среднего звена, но ниже специалистов системы высшего образования. И, наверное, действительно здесь так оно и получается, потому что учебная программа прикладного бакалавриата предусматривает унификацию учебных планов колледжей и вуза. И здесь в госпрограмме четко прописано унификация планов первого-второго курса. Здесь речь идет об общеобразовательных дисциплинах, унификация по общеобразовательным дисциплинам. Либо это могут быть какие-то интегрированные общеобразовательные дисциплины, либо по количеству часов унификация может быть, но не по специальным и профильным дисциплинам. Поэтому знак равенства между прикладным бакалавриатом и системой высшего образования ни в коем случае ставить нельзя. Поэтому наши телезрители получили такой ответ конкретный. Ваши пожелания до окончания нашей программы остается немного. Какие ваши пожелания своим нынешним студентам, будущим студентам и в целом преподавательскому составу? Во-первых, когда выбираешь будущую профессию, должен быть всегда осознанный выбор. Если ты выбираешь осознанно профессию, значит ты уже имеешь конечную цель, куда ты идешь, что ты хочешь получить, куда ты хочешь трудоустроиться. Поэтому ранняя диагностика, наклонность ребенка – это немаловажный фактор. И второе, поступив, скажем, в определенные учебные заведения, мне кажется, тезис образования через всю жизнь должен каждый через себя переварить молодой человек. То есть тот набор, скажем, ключевых понятий, ключевых знаний не дает ему возможность дальнейшего, скажем, перспективного трудоустройства. Мы живем век информационных технологий, век цифровой технологий. Это говорит о том, что информация у нас все время обновляется. Поэтому, поступив в высшее образование, надо всегда самосовершенствоваться, самореализоваться и знать, что ты хочешь в жизни получить. Но, по-моему, это уже четко обрисовано. Хорошее трудоустройство, достойная работа с хорошей заработной платой. А это в каком случае будет? Если ты получил качественные, хорошие знания. И самое последнее, конечно, все-таки необходимо в Казахстане провести процесс оптимизации и системы высшего образования, и системы ТИПО, чтобы все-таки не было дублирования отдельных специальностей. Если мы, скажем, соберем в определенном учебном заведении хорошие кадры, хорошую материальную базу, я уверен, что, имея такие хорошие плюсы, можно подготовить хорошего специалиста всегда. И в конце, скажите, где находится колледж, желающие куда могут пойти в конце учебного года? Колледж, я сразу скажу, без адреса, что все знали. Это находится в здании музыкального факультета в центре, около городского Акимата. Когда так объясняешь, все знают, где музыкальный факультет Житсуевского государственного университета, который имел раньше прекрасную историю, прекрасные достижения. Поэтому все знают. Мы вас благодарим за такую хорошую беседу, содержательную беседу. Дорогие телезрители, диалог подошел к концу. Встретимся через неделю ровно в это же время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok